Зефир, печенье, мармелад и пастила, кондитерские изделия из армавира с недавних пор появились на прилавках в Белоруссии и Грузии. Предприятие «Элза» наладило поставки на два новых рынка, которые уже достигли 10% от общего экспорта предприятия. Все это стало возможным благодаря мерам господдержки и участию в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Это очень серьезная мера поддержки. Благодаря ей мы выходим на внешние рынки, мы серьезно расширили экспорт нашей продукции. Это уже порядка семи экспортных стран. Мы на этом не останавливаемся. Это действительно хороший инструмент, которым нужно пользоваться, и мы уже пользуемся не один год. За прошлый год у нас прибавилось две страны экспортных, и мы очень этому рады, потому что долго мы шли к экспорту в эти страны. Но действительно, благодаря мерам поддержки, которые осуществляются со стороны Краснодарского края, это получилось так, что мы уже фактически в течение двух лет начали поставки. Все это стало возможным благодаря мерам господдержки и участию в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Сейчас «Элза» производит более 350 наименований продукции, и 80 из них поставляют страны СНГ. Национальный проект помогает с каждым годом наращивать объемы. Благодаря этой мерам поддержки мы по факту увеличили долю экспорта в нашей отгрузке, это порядка 35-40%. И ежегодный прирост составляет доля экспорта в среднем 7-10%. Наша задача, конечно, расширить в несколько раз экспортные страны. Сейчас мы в основном поставляем это страны СНГ, но наша задача выйти на дальнее зарубежье. А конец счетом сегодняшней ситуации, для нас открываются новые рынки, такие как Иран, Пакистан, Малайзия. Это очень интересные и привлекательные рынки. Перспективы выхода на новые рынки сбыта представители предприятия обсудят на предстоящей международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Продэкспо-2023, где с 6 по 10 февраля Элза представит новые номинования зефира и пастилы, а также сладости, реализуемые в более чем 80 регионах России и в 7 зарубежных странах. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, к службе информации, телеканала 360 Армавир.